Друзья, всем доброго утра И приятного пробуждения Национальное телевидение Калмыкии Приветствует своих ранних телезрителей С вами Амулан Гаджаданова И я предлагаю встретить этот новый прекрасный день На позитивной волне и в отличном настроении Что для этого нужно, спросите вы И я в очередной раз отвечу Необходимо сделать утреннюю зарядку Так что смотрим и повторяем Всем привет Меня зовут Алтана, я инструктор по аэро-йоге Сегодня мы проведем с вами разминку Со мной мои помощницы Лиана и Асиль Начинаем Распределяем вес равномерно По обеим стопам Живот подтянули, плечи вели назад Лопатки соединили за спиной Наклоны вперед-назад Вперед-выдох, назад-вдох Повороты головы вправо-влево Подбородок по одной линии Круговые движения головой Подбородок вниз-выдох Подбородок вверх-вдох Подбородок вниз-выдох И в обратную сторону Выдох Следующая мысль Уводим плечи назад Круговые движения Стараемся лопатки соединить за спиной Поднимаем руки вверх Левую руку уводим назад Беремся правой за локоть Правой рукой тянем левую руку вниз Головой отталкиваем левую руку назад Держим Тянем Меняем ручки Теперь левой рукой Правую руку тянем вниз А головой отталкиваем назад Не забываем подтягивать живот Теперь берем оба локтя И уходим назад Округляемся в груди Взгляд на потолок На выдохе опускаем руки На пояс Теперь мы будем делать движения Для верхней части груди Право Лево Право Влево Таз у нас остается на месте Мы двигаемся только грудной клеткой Поднимаем руки Вводим его за голову Верхняя часть До талии У нас остается неподвижной Мы делаем движения Только таза Круговые В одну сторону И в другую Колени немножко приизгинаем Помогаем нашему тазу При круговых движениях В одну сторону И в другую На выдохе Опускаем руки на колени Немножко присядь И делаем упражнение Для коленок Суставных От себя И к себе Не забываем Подтягивать Живот Теперь переходим На стопы В одну сторону И в другую На левую ножку В одну сторону И в другую На этом все Но я с вами не прощаюсь Увидимся завтра В это же время Доброе утро Дорогие зрители Я напоминаю В эфире Утро Калмыкии С вами Амуланга Джаданова И сегодня Наша гостья Яркая Красочная Стильная Олеся Баваева Трансформационный Стилист Имиджмейкер Визуализатор бренда Также Олеся Много лет Изучает женскую Энергетику И внедряет Свои знания В работу С женщинами Тем самым Позволяем Чувствовать себя Более уверенными В себе Красивыми Стильными И самодостаточными Олеся Доброе утро Доброе утро Амуль Олеся Как начался Твой путь У тебя Столько интересных Скажем так Профессий И Естественно Нашим телезрителям Доступно Объясни Что означает Каждая из них Начала Я изначально Вообще Свой путь С вызова То есть Изучая В какой-то момент Женскую энергетику Я поняла Что мне нужно Именно Прокачивать себя Прокачивать Свою уверенность В себе И тем самым Я пошла в блок То есть Поставила себе вызов Пошла в блок И в блок Блок Именно конкретно Он прокачал меня Со всех разных сторон То есть Тем самым Я пришла В визуализацию бренда Я стала помогать брендам Развивать Свой личный бренд А потом Через визуализацию Я уже потихонечку Потихонечку Мелкими шагами Стала идти К стилизации То есть Когда Изначально Приходит девушка Ко мне на съемку И образы Подбирается Именно стилистам И очень И она уже Женщины 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 Они живут Не замечая Стиль Иметь какое-то Потому что Я понимаю Что сегодня эфир Мы не понимаем И цветов Девушка Грация И сейчас И уже со стилем Почему я советую Обращаться К специалистам По стилю Потому что Это какой-то Некий Идеальный Анализ себя Потому что Многие женщины У меня недавно Был проект когда девушка Алифтина, она пришла на проект, и она говорит, «Я столько лет ухаживала за мужем, за семьей, за детьми, но я потеряла вот эту вот женственность, я потеряла эту любовь к себе и принятие». Как только мы начали распаковку, именно работать с ее внутренним подсознанием, и только тогда мы уже выявили то, что она хочет, оказывается, быть стильной, она хочет быть красивой, и вообще у нее есть какие-то определенные цели и мечты в жизни. То есть, когда человек приходит на распаковку, он уже знакомится с собой, она смотрит на свои фотографии и говорит, «Боже, неужели это моя фигура?» То есть, здесь действительно это все настолько печально, потому что женщины действительно запускают себя до таких пор, и когда она знакомится с собой, когда она видит, оказывается, мне подходят холодные оттенки, оказывается, мне подходят, например, яркие оттенки, и тогда у нее уже вот это вот, ее разворачивают на 360 градусов к себе настоящей, и через вот это проходит уже принятие «любовь к себе». Олеся, я знаю, у тебя три сына, и в связи с этим у меня следующий вопрос. Влияет ли отношение мужчин к женщине на ее женскую энергетику, внутреннюю какую-то составляющую, ее самочувствие? Ну вообще, я считаю, что женщина — это основа вообще семьи, и с женщиной наполненной, именно женщина, которая любит себя и в ресурсе, то есть с ней как в плодородной, на ней, вернее, как на плодородной земле, все начинает расти, все начинает процветать, и муж счастлив, то есть женщина, она наполняет в семье всех, то есть это изначально идет от нее настроение, она наполняет своего мужа, она наполняет своих детей, также, например, у меня дети понимают, что мама у нас всегда стильная, красивая, классная, интересная, то есть я пришла к этому опять-таки не сразу, хочу сказать, потому что когда я вот начала свой путь, когда я начала изучать ведическую культуру о женщине, когда я начала изучать именно психологию женщины, я стала понимать, что все зависит от меня, то есть мое настроение в семье просто это на вес от, потому что в какие-то моменты я говорю мужу, так, я пошла вам делать довольную маму и ухожу, то есть потому что я понимаю, что от женщины зависит, а потом уже и муж начинает зеркалить женщину, как только она начинает любить себя, как только она признает себя, свою силу, свою мощь, тогда мужчина начинает ей отражать это, тогда он начинает ей дарить подарки, он начинает ее уважать, То есть как женщина себя ведёт в семье, точно такое же отношение вообще во всём мире. Не то что в семье, но также и вселенной начинает зеркалить женщину. Ещё мне известно, что многие девушки даже в моём окружении, они начинали пробовать как-то менять себя, делали различные образы с одеждой. Но со временем понимали, что это не её, это не подходит мне, это не равно моё внутреннее состояние. Как бороться с этими барьерами? Во-первых, бороться не нужно, потому что это состояние женщины, оно всегда циклично. То есть сегодня женщина хочет одно, а завтра она хочет другое абсолютно. Это нормально, когда женщина входит в состояние, например, афродиты, такое все нежное, сексуальное, гармоничное, но в то же время на завтра она, например, перевоплощается в такую достигаторшу, идёт и достигает. Поэтому здесь как раз-таки от внутреннего состояния зависит стиль женщины. Вообще наш гардероб, он строится именно на внутреннем состоянии. То есть если ты сейчас не понимаешь, какой тебе гардероб нужен, значит, ты не прочувствовал своё состояние. В таких случаях я, конечно, советую именно погружаться в себя, потому что когда женщина живёт из головы, то всё просто рушится. Поэтому, во-первых, настроить контакт с собой, как я, например, я делаю очень много практик, я делаю именно медитации для того, чтобы не терять вот эту гармонию с собой, и, как я уже сказала, чтобы быть такой плодородной землёй. То есть на твой вопрос это нужно просто опираться на свои чувства. Сегодня они такие, а завтра они могут быть другими. Я думаю, сейчас все женщины посмотрели, подумали над словами Олеси. Олесе, сейчас я предлагаю нам вместе погрузиться в атмосферу женственности, моды и стиля. Ну а пока наши телезрители приготовят себе вкусный лёгкий завтрак, который взбодрит и зарядит энергией. Мы отправимся к нашей модели, на которой, собственно, примерим все образы. Да, супер, хорошо, отлично. Всем привет, меня зовут Алтенгерел, и сегодня мы будем готовить сырную лепёшку. Для лепёшки нам понадобится, собственно, сыр, молоко, мука, одно яйцо. И используем помидорки черри для украшения. Возьмём сыр и натрем его на крупной тёрке. Сыра понадобится где-то 100-150 грамм. Беру яйцо. Добавляю к нему молока. Немножечко. Вот так вот. Добавим немного соли. Немного муки. Всё на глаз. Раньше, когда спрашивала рецепт у мамы, у тёти, они мне говорили, ну на глаз. Я думаю, блин, как это на глаз? Сейчас уже понимаешь, примерно уже с опытом понимаешь, как это на глаз. Интуитивно. Так, как тебе нравится просто. Добавляем сыр. Так, ну вот, консистенция будет. Как жирная сметанка 25-процентная. Можно ещё немножечко муки добавить, если мы видим, что жидковато. Добавляем ещё. Оп, не так достаточно. Всё. Поставили разогревать сковороду. И немножечко растительного масла добавим. Распределим по сковородке масло. Всё, думаю, сковородка накалилась. Можно добавить. Смесь из сыра. Обжариваем с двух сторон нашу лепёшку до румяной корочки. Накроем крышкой. Пару минут на одной стороне, пару минут на другой стороне. Так, посмотрим, что у нас происходит внутри под крышкой. Я вижу, что уже лепёшка подрумянилась с одной стороны. Мы её переворачиваем. Вот, красиво как. После того, как перевернули нашу лепёшку, мы можем не накрывать крышкой сковороду. Ещё хотела сказать, что многие говорят о том, что завтрак из яйца, он не полезный. Потому что в яйце много холестерина. Но мало кто говорит, что холестерин и также ещё и очень полезен. Он вырабатывает гормон, половые гормоны и витамин D. Вот, так что холестерин полезен. И для работы мозга в том числе. Так, ну и всё, лепёшечка готова. Помидорки черри используем для украшения нашей лепёшки. Очень вкусно пахнет. Наша лепёшка готова. Лепёшку можно подавать со сметаной, со сливочным сыром, кому как нравится. Всем приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я очень много говорила в начале, что можно управлять впечатлением именно с помощью одежды, входить в нужное состояние. И как раз-таки на этом прекрасном примере я хочу показать, как девушка может войти именно в состояние уверенности в себе. То есть здесь достаточно много прямых линий. Это стрелки на брючках, это на жакете определённые линии, которые говорят об успехе. То есть каждая линия, она ассоциируется с определённым впечатлением. Также сумка достаточно фактурная, тоже говорит об успехе, о таком состоянии внутренней уверенности и именно целеустремлённости. Также если мы берём костюм именно в чёрном цвете, то здесь будет совсем другое отношение к миру. То есть здесь про достигаторство, здесь про успех именно в таких вот максимальных дозах, а здесь про гармонию в душе и именно такое внутреннее состояние женственности всё равно присутствует. Субтитры подогнал «Симон» Наш как раз-таки следующий образ говорит о том, что женщина входит в состояние именно такого обволакивающего, то есть не зря интуитивно мамочки выбирают такие образы для прогулки с детьми. То есть всё, что говорит о гармонии, о заботе, о любви к своим детям, это всё силуэта как раз-таки вот такого вот обволакивающего, с таким вот подтоном заботы. То есть как раз-таки сюда можно очки для того, чтобы завершить образ, и образ был бы в таких вот гармоничных, опять-таки классных оттенках, которые несут в себе смысловую нагрузку именно заботы, любви и обволакивания. Субтитры подогнал «Симон» Если девушке не хватает романтики, не хватает сексуальности и ощущения такой вот женственности, тогда мы выбираем платье именно «С силуэта», которое обволакивает тело таких тканей, как шёлк, атлас, всё, что приближенное к телу. В таком образе как раз-таки женщина достигает вот этого состояния женственности, сексуальности. Она кайфует от себя на самом деле, потому что здесь всё говорит о том, что она женщина. Такую женщину хочется носить на руках и просто дарить ей все дары мира. Здесь говорит о её женственности, именно фактура тканей – это шёлк, либо атлас, может быть, либо какие-то ткани, приближенные к телу. То есть всё, что подчёркивает тело, это асилуэты, это говорит как раз-таки нам о нашей женственности. Давайте спросим у Алтаны, как она себя ощущает и вообще есть ли какое-то у неё внутреннее состояние или вообще изменились ли эмоции после второго нашего образа? Конечно, если сравнивать между вторым и сейчас третьим образом, да, я совершенно сейчас иная, женственная. Хочется просто позвонить сейчас мужу и сказать, чтобы пригласил меня на свидание. Да, я считаю, что это действительно так, потому что в таком образе как раз-таки хочется, хочется, чтобы весь мир зеркалил наше состояние, наше внутреннее настроение. Друзья, вот мы и завершили демонстрировать образы на прекрасной нашей модели. Олеся, спасибо, что осчастливили ещё одну девушку, нарисовали на её лице улыбку. Олеся, в завершении нашего интервью хотелось бы услышать твою главную рекомендацию или совет, который будет мотивировать наших девушек, женщин следить за собой, ухаживать и принимать своё внутреннее состояние. Да, я хочу сказать девушкам, обратиться к каждой из вас, прежде чем сегодня выйти из дома, посмотрите, а какое состояние вы несёте в этот мир, это во-первых, а во-вторых, что говорит за вас ваша одежда. И также хочу пожелать вам, дорогие телезрители, чтобы вы оставались всегда любимы, любите себя, принимайте себя, и самое главное, уважайте себя и будьте счастливы. Да, и пусть ваше утро также начинается ярко, сочно, красочно, с примеркой различных образов, которые придадут вам главное своё внутреннее состояние, нежность, романтичность и так далее. Спасибо, Олеся. А наш эфир подошёл к концу. Я желаю вам доброго утра и продуктивного дня. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»